Добрый день. Спасибо большое за приглашение. Я на самом деле действительно так спонтанно принял решение участвовать, и поэтому, к сожалению, не готовил какой-то структурированной презентации, поэтому я, наверное, в режиме просто скорее своих размышлений по поводу сказанного, да, и хотел бы обратить внимание, может быть, на некоторые моменты, которые позволят в практическом плане ответить на те вопросы, которые возникли. Во-первых, я напомню, что законодательство о психиатрической помощи, которое регулирует во многом вопросы, связанные с самостоятельностью, да, так в широком смысле, скажем, самостоятельно людей с психическими расстройствами, а также гражданское законодательство, которое тоже регулирует вопросы дееспособности, да, вопросы, связанные с базовыми правами людей с психическими расстройствами и с людьми, так скажем так, как со снижением способности принимать созданные решения, это законодательство очень серьезно изменилось за последние, ну, наверное, можно сказать, 10 лет. То есть произошли радикальные изменения, суть которых сводится к тому, что все более и более признается право любого человека, вне зависимости от степени, скажем так, его нарушения интеллектуальных, там, когнитивных способностей, право на самостоятельность в широком смысле. И в основе таких изменений лежит признание достоинства людей с психическим расстройством. Этому способствует также и то, что в 2012 году Россия присоединилась к конвенции ООН по правам инвалидов, которая является международным договором, обязательным для нашего государства, который содержит ряд тоже положений, которые, в принципе, требуют определенных практических иногда действий. То есть это не только некий международный договор, который связывает Россию как участника международных отношений, но это в определенной степени и практически ориентированный документ. Соответственно, на что я хотел бы обратить внимание. Проблемы, которые возникают в практике, которые были обозначены в докладах Сталан Гиршина, Леонида Викторовна и коллег, это проблемы, которые, условно, можно разделить на несколько таких блоков. Во-первых, это проблемы, связанные с выражением согласия на лечение. Это, наверное, с одной стороны формальный вопрос, с другой стороны, это вопрос, который требует зачастую очень, скажем так, может быть, творческих подходов. Согласие на лечения, как мы с вами знаем, по умолчанию, согласно закону об основах на здоровье граждан, дается самим пациентам, либо его законным представителям, но только в отношении, соответственно, определенных категорий граждан. То есть либо сам пациент, либо законный представитель. Законный представитель подключается в ситуации, во-первых, человека, пациента младше 15 лет, то есть несовершеннолетний пациент именно младше 15 лет. И законный представитель может в некоторых случаях подключаться в отношении недееспособных пациентов. Почему я обращаю внимание на то, что может? Именно в связи с тем, что законодательство об охране здоровья граждан и о психиатрической помощи изменилось. С 2011 года изменения эти действуют. Сейчас, в настоящее время, пациент, любой пациент дает согласие на медицинское вмешательство самостоятельно, в том числе пациент, признанный недееспособным. Я не думаю, что в онкологической практике, наверное, настолько часто вы встречаетесь с пациентами, которые формально признаны недееспособными, а это означает, что есть решение суда, вступившее в силу решение суда, которым человек лишен дееспособности, и на основании этого решения уже в дальнейшем человеку назначается опекун. Соответственно, в этой ситуации, если речь идет о человеке, который лишен дееспособности, то даже в этой ситуации он по умолчанию, по закону дает собственное согласие на любое медицинское вмешательство и отказывается от любого медицинского вмешательства. Это касается и психиатрической службы. Я сразу оговорюсь, но это, может быть, не столь важно здесь. То есть в том случае, если пациент по своему состоянию здоровья не способен дать согласие, как говорит закон, вместо него такое согласие, я имею в виду только о недееспособных пациентах идет речь, только в этом случае вместо него такое согласие дает законный представитель, то есть опекун. Опекуном является лицо, которое, да, это гражданин, который назначен органом опеки, да, у него есть удостоверение опекуна, либо если опекуна нет и человек находится в учреждении, допустим, психоневрологическом интернате или психиатрической больнице, такие ситуации тоже есть, когда люди длительно время, по сути, по социальным так называемым показаниям находятся в психиатрической больнице, то опекуном в силу закона, без какого-то формального назначения выступает администрация учреждения в лице директора. Соответственно, на что здесь надо обратить внимание? Если человек недееспособен, как я уже сказал, он сам должен подписать информированное добровольное согласие. Только в том случае, если врач, сообщая пациенту информацию, которую вы сообщаете любому пациенту, в порядке именно информирования для дачи добровольного согласия, если он эту информацию не воспринимает, не понимает, то есть он не может, по сути, ни да, ни нет сказать. Мы иногда называем в такой международной практике, как пациентов называют непротестующие пациенты. То есть пациент, который не соглашается, не возражает, по сути, он никак не реагирует. Да, именно осознанно не реагирует на информацию, которая ему предоставляется. Это должно быть зафиксировано в карте обязательно, в медицинской карте. То есть информация о том, что врач попытался предоставить такую информацию пациенту, он ее, соответственно, не воспринимает, не реагирует. И только в этом случае может дать свое согласие на медицинское вмешательство законный представитель. То есть в этом случае в ИДС, в информированном добровольном согласии, ставится подпись уже не самого пациента, а опекуна, которым, соответственно, может быть администрация учреждений, как я уже сказал. Другая ситуация, которая как раз более релевантна для практики, онкологическая, которая была обозначена коллегами, в которой гораздо сложнее найти четкие юридические ответы. Это ситуация, когда у вас есть формально дееспособный пациент, допустим, пациент с деменцией, но который по своему состоянию, именно психическому состоянию, не понимает фактически, в случае тяжелой деменции, фактически не понимает вообще суть той информации, которую ему сообщает онколог или любой другой клиницист, и не может, соответственно, осознанно отреагировать на предложенное лечение, какие-то манипуляции, причем иногда это могут быть, естественно, оперативные вмешательства, то есть вмешательства, которые связаны с серьезными последствиями и рисками для жизни человека, здоровья жизни человека. Как действовать в этих ситуациях? Я попытаюсь, наверное, здесь сформулировать реальные рекомендации, которые основаны на тех возможных законодательных положениях, которые есть, но в итоге, к сожалению, вынужден буду констатировать, что, к сожалению, четких правовых ответов нет на некоторые вопросы, поскольку именно законодательство не успевает в какой-то мере за, в том числе, проблемы старения, проблемы старения населения, которая была обозначена. В отличие от законодательства многих зарубежных стран, у которых эти ответы есть, я думаю, что они примерно будут, наверное, в какой-то момент восприняты в российской правовой действительности, но пока это, скажем так, пока это только идеи. Значит, во-первых, если вы сталкиваетесь с ситуацией, возможно, пациента, у которого есть деменцин, который, скажем так, это не какая-то серьезная стадия деменции, то есть пациент какую-то информацию может воспринимать, но возможно, что для этого, для восприятия такой информации, ее необходимо упростить. С моей точки зрения, это является обязанностью врача в порядке именно информирования пациента для отдачи согласия, предоставить информацию на том уровне, который пациент может понять, иногда на очень примитивном, простом уровне. В этом нет ничего не только противозаконного, наоборот, это требование закона, которое вытекает, в том числе, из Конвенции о правах инвалидов. Я напомню, что этот договор как раз, он предусматривает так называемое разумное приспособление в отношении людей с инвалидностью, которое, кстати, согласно Конвенции, это не обязательно человек, имеющий группу инвалидности. Это тоже важно понимать, почему мы ее можем применять, даже когда речь не идет о человеке с вот этой справкой, розовой справкой о группе инвалидности. Конвенции, она шире понимает понятие инвалидности. Так вот, обязанностью, скажем так, врача в этой ситуации является предоставление этого разумного приспособления, то есть, скажем так, адаптация той медицинской услуги, в частности, ее информационного компонента, для людей с интеллектуальными нарушениями. Это касается не только, естественно, пациентов с деменцией, это касается, может быть, людей и с первичной умственной отсталости. Я очень люблю этот термин, хотя он по-прежнему, скажем так, имеет право на существование. То есть, с интеллектуальным снижением, это люди с нарушением интеллекта, которые были при рождении или в раннем детском возрасте, приобретены. Соответственно, это большая группа, естественно, проживающих в психонарологических интернатах и пациентам-психиатрам. Соответственно, врач упрощает информацию. Далее, что вообще можно сделать? Информация может сообщаться, и я думаю, что это, опять же, на практике, более чем уверен, что это часто используется, в присутствии родственников, о чем тоже делается запись. Естественно, согласие самого пациента, которое в данном случае вытекает из контекста, из обстановки. То есть, если пациент не заявляет о том, что, пожалуйста, в присутствии моих родственников ничего не говорите, это означает, что он не против того, чтобы врач обсуждал его медицинские проблемы, его состояние здоровья, в присутствии, по закону, чужих лиц, третьих лиц. Но это право пациента. Это его право согласиться на то, чтобы эта информация обсуждалась в присутствии третьих лиц. Если родственники, соответственно, могут помочь пациенту принять это решение, иногда оно может быть не вполне, скажем так, полностью осознанным, но доверие пациента, которое является условием, согласие на лечение, оно может быть связано и также с тем, что родственники его, скажем так, подталкивают к этому решению, и он тем самым расписывается в форме ДС, понимая, что это решение, оно в его интересах, потому что его родственники, которым он доверяет, они также с этим согласны. Это тоже, на мой взгляд, необходимо отразить в медицинской карте. То, что разъяснение всего того, что у вас в форме ДС содержится, оно было произведено в присутствии родственников, и пациент, скажем так, соглашается, он доверяет и так далее. То есть все то, что может обезопасить в дальнейшем медицинское учреждение, на случай возможных споров по поводу неинформирования пациента. Почему, соответственно, ему была сделана какая-то операция, он дал на нее согласие, а оказывается, он, возможно, ретроспективно будет утверждать, что он не понимал, в случае какого-то спора будет утверждаться то, что он не понимал, за что расписывался. Поэтому здесь, соответственно, может быть зафиксировано в карте упрощение информации. То есть пациенту на доступном уровне была разъяснена и так далее. То есть дополнительно это просто указать. Хотя врач, естественно, и так должен на доступном уровне рассказывать. Но если речь идет о тех, кто с охранным интеллектом, то, естественно, эта доступность, она, скажем так, она предполагается, сам текст, который написан в ВДС, предполагается, что он доступен для понимания любому человеку, естественно, со среднестатистическим уровнем интеллекта. А для пациента со сниженным интеллектом нужно упростить. Далее, соответственно, присутствие родственников. Это то, что можно сделать. К сожалению, вот те механизмы правовые, которые были предложены Светланой Гиршевной как раз со ссылкой на заурбежных исследователей. Это так называемые предварительные пожелания, когда пациент, будучи в состоянии как бы сохранного, извиняюсь, упрощение терминов, сохранного интеллекта, понимая, что у него может наступить такая стадия, когда он не будет способен какие-то принимать осознанные решения, но при этом он будет нуждаться в этих решениях в медицинской сфере, он может заранее высказать такие пожелания, они будут иметь юридическую силу на будущее, то есть, как бы, решение на будущее. У нас нет такого механизма. Но, тем не менее, в медицинской карте пациенту, скажем так, не запрещается какие-то свои пожелания высказать, и они могут учитываться, на мой взгляд, в будущем, если в ситуации, когда есть какие-то пограничные ситуации, когда врач, скажем так, понимает, что пациент, может быть, не вполне уверен, что он какую-то информацию понимает и осознанно реагирует, но, тем не менее, у него есть дополнительно его ранее высказанное мнение по поводу какой-то ситуации, ну, очевидно, какой-то очень конкретной ситуации, там, не знаю, может быть, какие-то оперативные вмешательства и так далее. Но, безусловно, это, скажем так, требует, наверное, очень такого креативного оформления и, возможно, какого-то консультации, опять же, в этой ситуации с юристом, потому что, конечно, это не, скажем так, не твердое право. Второй вариант, который тоже был предложен, это так называемая доверенность. Да, это, может быть, не совсем даже доверенностью является, потому что доверенность это иной, несколько у нас, механизм. Это так называемые, даже не знаю, как-то по-русски, по-английски, это enduring power of attorney, то есть это такие продолжающиеся распоряжения, когда ты даешь какое-то распоряжение о том, кто будет за тебя действовать в каком-то ситуации будущем. То есть ты назначаешь некого представителя, и он действует даже тогда, когда человек утрачивает способность. Это что-то типа опекуна. Но почему это все-таки не опекунство? Потому что согласие на лечение по российскому законодательству нельзя по доверенности. Это не те полномочия, которые можно по доверенности передать. Да, тут даже вот законный представитель в отношении несовершеннолетних лиц тут очень большой вопрос, на самом деле, может ли родитель, допустим, дать доверенность там бабушке, что вот он там уезжает, его 10-летний ребенок в другой город, и может ли он бабушке дать по доверенности полномочия давать согласие на лечение? Ну, если это, там некоторые нотариусы на это идут, бог с ним, это, наверное, упрощает, скажем так, жизнь людей. Но вообще это, скажем так, те личные полномочия, которые не очень-то по закону отчуждаемы. То есть, в принципе, предполагается, что только родитель, исходя из собственного статуса родителя, может эти решения принимать. Законный представитель, как мы с вами выяснили, он для совершеннолетнего, то есть для взрослого человека, он может быть назначен только в том случае, если человек формально признан недееспособным. Мы говорим с вами о людях, которые формально являются дееспособными, и формально за такого человека не может дать согласие законный представитель, потому что у него нет законного представителя. Он за него может дать представитель только мог бы дать представитель по доверенности. Но, во-первых, я говорю, что по доверенности все-таки согласие на лечение, на мой взгляд, это полномочия нельзя передавать по доверенности, но в любом случае, чтобы выдать доверенность, человек должен быть, скажем так, в состоянии дееспособности. То есть нотариус или кто-то еще должен это полномочия засвидетельствовать, понимая, что человек имеет определенный сохранный интеллект. Поэтому здесь, к сожалению, эти механизмы, они являются, может быть, желаемым, но недоступным юридическим механизмом. Далее. Отказ от лечения. Особо надо обратить внимание, на мой взгляд, в практике на этот вопрос, потому что отказ может быть мотивирован, особенности у людей с психическими расстройствами, может быть мотивирован совершенно иррациональными, так скажем, соображениями, соображениями, которые явно идут во вред здоровью человека. Здесь важно помнить, что, во-первых, любой отказ от любого медицинского вмешательства, от любой манипуляции, от чего бы то ни было, обязательно в письменной форме под роспись пациента. То есть пациент должен расписаться. Частой ошибкой в практике является то, что медицинские работники в карте фиксируют, пациент отказался, и все, этого недостаточно, обязательно расписываться. Как бы не понимал пациент или в какой степени нарушения не было, но если эта информация разъясняется на доступном уровне, пускай пациент поставит свою подпись, то, что он отказался. Но, естественно, это, конечно, крайнее средство, потому что прежде всего, как я уже сказал, надо максимально сделать все для того, чтобы, естественно, пациент дал согласие. Я более чем уверен, что, естественно, вы в своей практике это, собственно говоря, и делаете, как и большинство других врачей. Возможно, что отказ от лечения точно так же, как и согласие на лечение, точно так же должен даваться в некоторой форме, в присутствии родственников или в иных ситуациях, которые позволяют, скажем так, задокументировать то, что было сделано максимально, все возможное. Если речь идет об отказе, ну, в отношении совершеннолетних пациентов я не буду говорить, что это отдельный вопрос, там есть, скажем так, правовой механизм, который позволяет преодолеть отказ законного представителя, потому что в отношении, хотя здесь тоже есть такой механизм, на самом деле, в отношении совершеннолетних. Если вы сталкиваетесь, допустим, с ситуацией совершеннолетнего, взрослого человека, который признан недееспособным, у которого есть законный представитель, и законный представитель отказывается от лечения. Ну, наверное, такие ситуации все-таки редкие, но, тем не менее, они могут быть, да, это, наверное, скорее не администрация, хотя, кстати, администрация интернатов тоже может, в принципе, так поступать, да, но это могут быть родственники, которые отказываются от лечения. Если врач полагает, что отказ от лечения идет во вред, да, противоречит интересам пациента самого, который не может дать свое согласие, то в этой ситуации обязательно извещается орган опеки и попечительства о таком отказе. А орган опеки и печительства – это муниципальное образование по месту нахождения стационара в данном случае будет. Или по месту жительства самого гражданина, в зависимости от того, где он находится на данный момент. И, соответственно, орган опеки должен будет в этой ситуации теоретически, он получает сигнал о том, что опекун действует во вред. Во вред интересам своего подопечного. И дальше пускай опека думает, скажем так, что делает в этой ситуации. То есть либо им выходить в суд, либо им каким-то образом лишать, отстранять опекуна от исполнения своих полномочий. То есть здесь уже есть некая юридическая гарантия, юридический механизм преодоления несогласия законного представителя. Но я, опять же, не знаю, может быть, я теоретизирую, может быть, на практике вообще таких ситуаций не бывает. Законные представители, конечно, предполагается, что, естественно, законные представители всегда действуют в лучших интересах своего подопечного, в том числе с учетом рекомендаций специалистов. Так. Что касается консультации психиатра. Возник такой вопрос. Я вот просто по своим записам смотрю, никаких препятствий для, конечно, назначения консультации психиатра нет. Но, как вот справедливо было замечено, действительно есть проблема с согласием на консультацию психиатра. Потому что, конечно, врач может, онколог или иной специалист, он может только рекомендовать консультацию психиатра, но заставить пройти психиатра, конечно, никто не может. Поэтому любой пациент только при условии своего согласия получает консультацию психиатра. И рекомендации любые, которые психиатр дает, они точно так же рекомендации для пациента. Потому что мы не говорим сейчас о ситуациях возможного недобровольного оказания психиатрической помощи, которая, это, скажем так, удел психиатров, не онкологов. Хотя могут возникать ситуации, допустим, конечно, в онкологической практике наверняка возникают ситуации, когда пациент является профильным по психиатрии, он, допустим, лечится в психиатрической больнице и поступает, а у него выявляется рак или иное какое-то заболевание, и дальше возникает вопрос, как его лечить и так далее. Но это, наверное, уже отдельная ситуация, которую можно анализировать, если такие вопросы возникнут, потому что это слишком эксклюзивная такая ситуация. И последний момент, который еще тоже хотел бы сказать, это, наверное, та новелла, которая появилась в законодательстве совсем недавно, это палеотивная помощь, так называемая, которая может, конечно, касаться онкологического профиля, безусловно, палеотивная помощь, она в законе определена, в 323-м законе об основах охраны здоровья граждан, и предполагается, что палеотивная помощь, она оказывается специалистами, имеющими именно специальную подготовку по палеотивной помощи, то есть, хотя я предполагаю, что фактически, конечно, в онкологической практике, естественно, так или иначе, какую-то там палеотивную помощь, естественно, ну, в широком смысле, не в понимании закона, наверное, да, в понимании, да, в медицинской практике, она, конечно, оказывается, но по закону это должно быть, да, это должно быть сертификат, и почему я об этом вспоминаю, потому что при палеотивной помощи также возможно оказание, оказание медицинской помощи без согласия пациента. И это вот ровно как раз та ситуация, о которой я говорил, как ситуация, которая находится в такой некой серой зоне закона, когда у нас есть формально дееспособный пациент, но который фактически не может дать согласие на лечение, и вот в ситуации палеотивной помощи это первый шаг законодателя, когда в этой ситуации такое согласие по решению врачебной комиссии дается родственниками, да, то есть они как раз не должны в этой ситуации предъявлять каких-то полномочий, да, они только фактически свои родственные связи должны доказать в этой ситуации. Я думаю, что в этом же направлении будет двигаться законодательство и в целом, да, и у нас появятся отдельные, как в некоторых странах, отдельные механизмы, когда без лишения человека дееспособности, допустим, может быть какое-то, либо это решение врачебной комиссии, или это может быть судебное решение, да, которое дает возможность конкретному лицу в конкретной ситуации принимать медицинские решения, да, вот это та модель, которая сейчас реализована в аспекте палеотивной помощи, но которая будет, я думаю, в дальнейшем реализована в отношении иных видов медицинской помощи, потому что, безусловно, такие ситуации будут все чаще и чаще возникать. Это мои такие спонтанные мысли, если есть какие-то вопросы, не знаю, практически любые другие, буду рад тоже ответить, наверное, или там порядка уже дискуссий. Спасибо огромное, на самом деле, такая подготовка онлайн. Я видела, как вы прям записывали вопросы, ответы, это такая голова от Дома Советов. Два уточняющих момента. Еще раз, пациент уже признан дееспособным. Почему нужно, вот, он уже признан недееспособным, и мы все равно от него просим согласия? Да, потому что прямо требует этого норма закона и закона 323-го об охране здоровья граждан, о законе психиатрической помощи, вот я процитирую, вот, допустим, статья 20-я, да, закона об охране здоровья граждан, информировано добровольное согласие на медицинское вмешательство и отказ от медицинского вмешательства. Значит, так, сейчас. Информировано добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один из родителей или иные законные представители в отношении, значит, лица недостившего возрастания, или лица признанного в установленном законе порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать согласия на медицинское вмешательство. Да, то есть законный представитель дает согласие на медицинское вмешательство только в отношении недееспособного пациента, если он по своему состоянию не способен дать согласие на медицинское вмешательство. Почему эта норма появилась? Она появилась в какой-то мере в связи с тем, что Конституционный суд Российской Федерации рассматривал вопрос о госпитализации недееспособных пациентов в психиатрическую больницу по решению опекуна. И Конституционный суд сказал, что это противоречит Конституции, когда решение о лишении человека свободы принимается неким частным лицом, это должен принимать суд. И дальше это подтянуло вопрос о том, что вообще необходимо изменить законодательство в части дачи согласия, согласия на медицинское вмешательство, потому что законный представитель не может подменять всегда самого человека в отношении такого сугубо личного человека. Недееспособность, это не означает неспособность человека вообще понимать всю информацию. Многие неспособные люди, особенно которые живут в интернатах, которых позиновали неспособными автоматом, это иногда вообще без какой-то особой проверки, они вполне себе могут, они вполне себе ориентируются, и что такое лечение, и что такое уколы, и что такое таблетки, и какие у них эффекты, и могут вам прекрасно рассказать и о побочных эффектах, и о прочих вещах. Но неспособность, это прежде всего вопрос непонимания имущественной сферы, это не чисто медицинские вопросы. И еще один тогда момент. Вот мы все напуганы, прям боимся писать рекомендации консультации психиатра. Врач имеет право написать такую рекомендацию. Пациент не побежит к вам жалобить? Нет, наоборот, это обязанность врача в данном случае, если врач видит, что у пациента есть признаки психического расстройства. Он обязан его направить к психиатру? Это проблема уже пациента. Во-первых, согласиться с такой рекомендацией. То, что психиатрическая помощь стигматизирована, это, к сожалению, проблема, с которой мы не можем в рамках онкологического форума здесь справиться. То, что пациенты по разным причинам боятся обращаться за психиатрической помощью, в том числе потому, что есть масса злоупотреблений, потому что, к сожалению, информация о том, что человек обращался к психиатру, она потом различными незаконными путями становится известными кому угодно и так далее. Но это, к сожалению, уже ответственность психиатров, это не ответственность онкологов. Поэтому нет в интересах пациента для не только того, чтобы, так скажем, абстрактно проверить его психическое состояние, а для того, чтобы назначить ему то лечение, на фоне которого он вполне может себе вернуться к более-менее адекватному функционированию. Конечно, это обязанность психиоонколога в данном случае, никакого здесь нет, никакой проблемы, и пациент не должен воспринимать это как некое оскорбление. К сожалению, это может быть на практике, но опять же, это не проблема онколога. Спасибо огромное. Спасибо.